Всем привет, ребята! С вами Ежаня. Отличнейшего вам настроения и удачных вам боёв. Сегодня у нас обзор на танк 9 уровня Батшетильон 25Т Авенир. Это необычная версия знаменитого лёгкого танка и его можно получить в клановом ивенте. Но стоит ли его забирать или лучше выбрать какую-то другую машину? Давайте разберёмся, поиграем на ней и посмотрим. Конечно же разберём технические характеристики и полностью взглянем на броню. Берём чайк печеньки и поехали! Не забываем поставить лайк и подписаться на канал. Будет ещё много интересного, стараясь максимально полезные и интересные видосики делать для вас, ребят. Ни для кого не секрет, что у нас в игре 1-2 раза в год проходят клановые ивенты. И обычно наградой в них служат полуимбовые танки с мощными характеристиками, которые отлично чувствуют себя в рандоме. Для примера, в предыдущих ивентах можно было получить отличный тяж 50ТП прототип или имбовые ПТСА у Ваффентрагер Риттер с шикарным ДПМом. На этот раз новым танком в ивенте стал Батшетильон Авенир с уникальным внешним видом. Но так ли он хорош, как предыдущие танки? Давайте разбираться. В первую очередь я буду, конечно же, сравнивать нашу новую машину с прокачиваемым Батшатом из французской ветки. Ведь танки реально очень похожи между собой. Новый Авенир точно так же имеет классический барабан на 3 снаряда с потенциальным уроном в 930 единиц. Точно так же, как и на прокачиваемой версии. Но откидываются снаряды быстрее. Перезарядка между выстрелами 2,4 секунды. И барабан можно шустро откидать во врага. Это приятный плюс. Для сравнения, у обычного Батшата отстреливаются снаряды по 2,8 секунды. И это действительно гораздо дольше. После того, как откидали все снаряды, вы уходите на долгую перезарядку в 16 секунд. Вообще, в целом, ДПМ не порадовал. Перезарядка барабана даже дольше, чем у прокачиваемой версии. Так что своим уроном в минуту Авенир явно не удивляет. Урон за выстрел 310 единиц. И это вполне себе обычно. Тут никаких сюрпризов нет. Для врага станет болью, если вы закинете в него всю пачку снарядов. Но точно так же делает и обычный Батшат. Так что у Авенира здесь тоже преимуществ нет. Единственное отличие, это урон на фугасах. Который составляет аж 440 единиц. Для сравнения, у обычного Бата 350. Пару фугасиков кому-то в корму закинуть действительно будет очень больно. Если смотреть по пробитию, то тут нам явно подложили свинью. Пробой на базовых снарядах гораздо хуже, чем должен быть. 225 мм этого явно недостаточно, чтобы уверенно пробивать 9 уровни. Не говоря уже о десятках, с которыми вы будете играть большинство боев. Голдовые снаряды обычные. Тут сказать как бы нечего. Пробьют не всех, но и у прокачиваемого Батшата пробитие на голде такое же. Если же смотреть по комфорту орудия, то тут я, мягко говоря, был в шоке. Без слез на то, как стреляет эта пушка, смотреть просто не получится. Единственный ее плюс это быстрое сведение и на этом все. Дальше только минусы. Во-первых, удручает точность. Она хуже, чем у обычного Бата и на дальняк стреляет так себе. Без сведения вообще стрелять противопоказано. Снаряды будут лететь куда угодно, только не в цель. Так что о стрельбе на ходу можно просто забыть. Тем более, что Авениру дали просто отвратительнейшую стабилизацию. Когда вы в движении, прицел очень сильно расходится. Когда вы видите этот огромный круг разброса при перекатке, невольно напрашивается вопрос, а зачем? Зачем дали такие паршивые цифры стабилизации легкому подвижному танку, который должен уметь стрелять на ходу? И это я еще про углы наводки не сказал. Они тоже ужасные. Орудие не гнется ни вверх, ни вниз, от слова совсем. Игра в хмстой местности противопоказана, так что ищите на карте местность поровнее. Короче, если подытожить, то комфорта орудия здесь нет. Кроме сведения, все остальное просто мрак. Единственное, с чем у танка действительно все хорошо, это подвижность. Максимальная скорость 62 км в час, что позволяет ему бодро летать по карте, постоянно меняя позиции, крутить врагов или быстро свалить в случае опасности. Удельную мощность Авениру даже лучше дали, чем у прокачиваемого батшата. И это действительно плюс. Хоть с подвижностью проблем нет, и это приятно. Но если в целом про броню, то ее, конечно же, нет. Танкануть урон на Авенире, естественно, это везение. Хоть ему и накинули немножечко брони в башню по сравнению с обычным батшатом, но все равно пробивать вас будут абсолютно без проблем. Все же батшат это танк быстрых стремительных атак, заходов в борта и поддержки своих союзников. Никогда нельзя бездумно лезть на врага, и заранее нужно просчитывать все свои действия. И обязательно нужно понимать, в кого вы будете саживать следующий барабан. Играть надо аккуратно и вдумчиво. Цена ошибки очень велика. Тем более, что бат со многих сторон пробивается просто фугасами. Так что подставляться ни в коем случае нельзя. Ребят, ну и вот так выглядит батшат Авенир по броне в прицеле танков 9 уровня с паршивейшим пробитием в 220. Честно говоря, отвратительное. Брони просто абсолютно нет. Маленькие-маленькие какие-то скосы там на башне есть, но туда то, что попадет, это просто шанс, ну, минимальнейший. И изредка, может быть, может быть, танканет, маска орудия, вот этот вот поймает какой-то рикошет. А так брони абсолютно нет. В лоб пробиваются фугасами просто в командирскую башенку с полным уроном. Это фугасы с пробитием в 50 миллиметров. Если у вас пробитие на фугасах больше 70 миллиметров, то можно уже пробивать прям в нижней бронели с полным уроном. Это абсолютное отсутствие брони. Вы даже не представляете, насколько это мало. Вас будут пробивать постоянно, поэтому подставляться ни в коем случае нельзя. И это все было в лоб. В бортах и кормах ситуация не лучше. Сюда тоже пробиваются с полным уроном, просто фугасами. Поэтому абсолютно никаких подставлений, только аккуратная игра. Даже если взойти в сравнение танков и добавить новый наш авенир 9 уровня и баша 9 уровня прокачиваемый, здесь еще десятку на всякий случай докинул, вы увидите, что это практически два идентичных танка. Только в некоторых параметрах его реально перебалансировали. И авенир по сути практически копия 9 уровня прокачиваемого. Только честно говоря, ну некоторые параметры просто очень сильно удручают. Как я говорил, вот это именно, например, та же стабилизация. Так что это просто прокачиваемая девятка, перебалансированная в некоторых параметрах. И здесь какую-то имбу, ну точно, вы никак не найдете. Просто по параметрам практически все одинаковое. Ребят, в общем, вот такой вот у нас получился новый батшат авенир. Честно говоря, я просто разочарован. Я ожидал гораздо лучшего откланового ивента и какого-то полуимбы как минимум точно. Но никакой имбой здесь и близко не пахнет. Как по мне, обычный батшат 9 уровня выглядит немножечко даже поинтереснее со своей хорошей стабилизацией. И честно говоря, орудия очень сильно разочаровала у нового авенира. Я просто был действительно в шоке. Так что честно говоря, я вам максимально не советую забирать его из ивента. Если у вас нет 50ТП прототипа или Ваффентрага Риттер, то лучше заберите их. Кстати, ссылочки на обзоры на эти танки оставлю в описании. Я уже их делал. Обязательно напишите комментарий, что вы думаете по поводу нового танка. Ну а с вами был Ежаня. Великолепно вам супер, отличнейшего настроения. Удачных вам боев. Ставим лайк и подписываемся на канал. Кто еще этого не сделал. Ну и спасибо, что смотрели. Всем пока, ребят. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...